Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design Илья Щековская и Петерина. Я тут задумалась о том, а как же нарисовать вот такой перелив на изделии, как его можно воплотить. И одна из идей, которая мне пришла, как это можно сделать, это новый градиент, который есть в Adobe Illustrator CC 2019 и выше. Соответственно, посмотрела я, как делают другие. Вот смотрите, прекрасные переливы, но это рисунок от руки, а у меня Adobe Illustrator. Здесь все немножечко по-другому. Перед тем, как двигаться на само изделие, я решила нарисовать эти шарики. Давайте я покажу, как я это делаю. Вот они у меня уже получились. Сейчас покажу, как я их создавала. Первое, на что я обратила внимание, это нужно создать гамму, из которой у нас будет формироваться вот этот перелив. Соответственно, я выбрала, что мне нужно 7 цветов. И сейчас я делаю 7 прямоугольничков. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Первый, он будет у меня белым. То есть тут прям далеко ходить не надо. Я беру пипетку, и вот я белый нашла. Первый белый, даже он такой вот с легкой какой-то зеленцом, не чисто белым. Потом у меня будет светло-салатовый. Вот сейчас мы выберем, чтобы он идеально подходил. Хорошо, когда он такой салатово-зеленоватый, очень красивый получается. Опять же, собираю цвет из реальности, которую я вижу. Такой вот он салатовый. Потом более темно-зеленый. Вот он у нас, смотрите, здесь есть. Вот такой. Нужно еще учитывать, что цвета будут между собой смешиваться. У нас еще будет между ними получаться транзитный цвет. Потом у меня есть темно-темно-синий цвет. Но он здесь такой в ультрамаринный ходит. Вот, посмотрите. Его забираю. Два цвета сиреневый гамма, вот фиолетовый. И нежно-розовый, вон на боку мы тоже видим. Вот он нежно-розовый. И еще здесь есть один цвет, бирюзовый. Вот он, вот его видно. Соответственно, я их все забрала цвета. Дальше в этот люстратор можно создать очень удобную штуку, а именно из этих моих цветов собрать цветовую группу. И мне это позволит легко с ними в дальнейшем работать. Мы можем из этой цветовой группы собрать градиентный переход плавный, чтобы посмотреть, как цвета между собой переходят. Соответственно, белый у меня есть. Потом у меня идет светло-зеленый. Потом у меня идет темно-зеленый. Потом идет темно-синий. Потом фиолетовый. Сейчас уберу. Розовый. И вот здесь бирюзовый на краю. Вот. Вот такой у меня градиент есть. Сейчас распределять его нужно по-разному. Сейчас я его сохраню. Вот. И могу, контур начал заливаться, его распределить. То есть здесь еще же есть настройка, да? Можно наверх, можно вниз. Вот, пожалуйста, мои цвета. Они у меня распределились. Дальше у меня встал вопрос, а как вот такие шарики я не рисую? Да, понятно, от руки я могу это нарисовать. А в программе, как мне этот шарик сделать, для того, чтобы у меня вот этот перелив получился? То есть здесь он идет, но если я таким образом залью юбку, у меня такой переход не получается. Как вот форму сделать? Соответственно, взяла я шарик. Вот он у меня распределился полосатым градиентом. Ну, соответственно, это не то. Попробовала я его сделать радиальным градиентом. Тоже получаю не тот эффект. Даже если я сейчас буду сдвигать центр, да, все равно он у меня получается не совсем такой, как хотелось бы сейчас. Вот так. Вот, но все равно не до конца у меня получается полный вот этот объем, который я делаю. То есть это вот автоматно что делать. У Adobe Illustrator вот как раз есть вот эта новая возможность этого градиента. Сейчас я создам копию и вам покажу. Вот он он. Градиент произвольный. Мы на него щелкаем. Вот он мне дает вот такие вот точки, из которых формируется мой цвет. Соответственно, здесь вот уже его можно более формально, более так вот детально формировать. Что я делаю? Поскольку у меня создана вот эта цветовая гамма, я могу делать распределение моего цвета согласно тому, как оно вот идет на шарике, да, как я это вижу. То есть вот он, он будет, блечок. Вот вокруг него будет вот такой зеленый цвет. Могу еще его сюда добавить, чтобы он был. Вот он у меня встал. После этого могу добавить более темный зеленый цвет, то есть формировать. Все равно получается оно не идеально, конечно, но я уже сама задаю, да. И потом более темный синий цвет, который будет давать вот этот вот как раз оттенок. Вот у меня получился вот такой шарик. Могу его всячески корректировать, всячески двигать цвет. Например, блик сделать более объемным. Видите, он увеличивается, он мешается. Там отодвинуть точку, если она мешается, придвинуть ее, соответственно, вот все это на все стороны подвигать, сделать. И сформировать тот оттенок. Почему вот мне такой бы очень нравится? Потому что, например, вот здесь я могу сделать там вот рефлексы, блики, как это мне лучше подходит его, соответственно, скомпоновать. Увеличить, уменьшить объемы. Потому что вот здесь вот в радиальном можно немножко поиграться, но такой вот прям четкости она и, конечно, не достигает. Вот смотрите, вот у меня получилось два шарика. Один сформирован при помощи радиального, один при помощи этого ломя. И уже вот эту технику я буду использовать для того, чтобы залить мою юбку. Я уже пробовала это делать. Сразу могу сказать, что вот прям не стопроцентное идет попадание и не так, чтобы вот она прям один в один получается. Но можно добиться очень похожего эффекта. Давайте сейчас покажу. Ну, первое, на что стоит посмотреть, да, проанализировать ее. По бокам она у нас розовая, потом идет фиолетовый, потом там темно-синий, зеленый. Вот, то есть она вот так расходится. И плюс у нее есть вот эти вот складки. Совсем прям складки этим инструментом сформировать не получается, но можно сделать переливы, чтобы было понятно, где, как она изгибается, как она себя ведет. Выбираем наш объект, в котором нарисована юбка. Выбираем произвольный градиент. Она вам показывает сразу две точки. И я начинаю с самой светлой точки блика. Вот она у меня здесь. Дальше у меня начинается одна точка зеленая и вторая точка зеленая. Потом, что я делаю? Смотрю сюда. Здесь у меня более темный цвет. Дальше у меня идет переход, соответственно, вот здесь через бирюзовый такой. Здесь вот тоже, видите, складка формируется тоже бирюзовый. И вот здесь у меня есть бирюзовый. Соответственно, здесь бирюзовый. И вот здесь линия бирюзового. То есть эти точки мне обозначают, где идет этот цвет. Потом, вот сюда я буду сейчас ставить темно-зеленый цвет. Сюда темно-зеленый цвет. Сюда темно-зеленый цвет. Видите, она формируется. Здесь тоже линию темно-зеленого цвета дам. Ставлю точки рядом. Потом, если они мне не понадобятся, я их могу всегда удалить. Так, пояс у меня идет отдельно, соответственно. Вот здесь у меня вот эта складка. По этой складке я тоже прокладываю линию темно-зеленого цвета. Вот так. То есть, в принципе, я могу точку здесь создать, потом ее перетащить. Это тоже такое возможно. То есть, видите, уже сформировался вот этот переход. Теперь вот здесь у меня получается синий цвет. Вот здесь оттенок синего. Соответственно, здесь вот у меня тоже идет полосочка. То есть, она идет над зеленым. Сюда мы ее положим. Так, сюда. Здесь синий оттенок. И вот сюда тоже у меня есть синий оттенок. Берем следующий цвет. Беру фиолетовый. Соответственно, фиолетовый у меня будет вот здесь. Вот здесь. И я его обозначаю, что он фиолетовый. Здесь фиолетовый, здесь фиолетовый. То есть, я как бы формирую. Есть еще сетчатый градиент, но им не так удобно работать. Поэтому я выбрала именно этот инструмент для такого перелива. Сюда. Здесь вот сюда кусочек добавляется. И вот здесь тоже у нас будет такая полосочка фиолетовая. Хотя под нее можно будет потом еще синенького положить. Для того, чтобы оно дало правильный оттенок. Вот сюда. Вот. И сейчас синенький туда положим. Естественно, оно может точками начать смотреться. То есть, как видите, такая очень художественная работа. Конечно, когда мы будем работать с вами в растре, то у нас там эта возможность намного более широкая. Но вот здесь тоже это сейчас стало возможным. Так. И по краю у нас розовые точки. То есть, как видите, вот эта вот часть, она у нас должна быть розовенькой. Поэтому сюда мы сейчас положим розовый. Вот так. Сюда. Если нужно увеличить, то можно вот так увеличить влияние цвета. Так. Соответственно, здесь розовый. Здесь розовый. Розовый будет вот здесь. И розовый будет у меня вот тут. Точки можно перемешать. Здесь вот у меня добавляется бирюзовый переход. Вот он. Но вот прям вот такой вот линии у меня не получается сформировать. То есть, приходится его все-таки как-то формировать походу. Кожа. Так. Вот тут темный тоже должен быть оттенок. Начинаю добавлять точки по необходимости. Здесь вот есть блик. Блик. Светло-зеленый. Вот сюда вот надо добавить белый цвет. И сюда белый. Тоже надо не замельчить. Потому что если очень мелко, то получается он такой, как крапинка. Вот так. Давайте посмотрим, что получилось. Я точку уберу. Вот оно у меня уже такое вот перелистое. Так. Здесь выбираю этот ингредиент. Сюда сейчас мы оливьем. Вот сюда мы сейчас еще зелененькую точку добавим. Вот сюда добавим фиолетовую. Так. И верхний пояс. Здесь вообще очень логично получается. Видите, оно идет от розового. От розового. Так. Поменялся. То есть, от розового через фиолетовый. Точка не скачет. Так. От розового через такой вот фиолетовый. Потом идет темно-синий. Потом идет зеленый. И светло-зеленый. Вот он похож, да, на пояс. И сейчас второй тоже. Половинку пояса сформируем. Выбрали. Опять начинаем от розового. Через фиолетовый. Темно-синий вот сюда. Притом точки не обязательно располагаться равномерно. Можно поставить линейный ингредиент. Но он не дает вот этого вот перелива, который здесь как раз нам и требуется. Здесь оставляем белый. А вот сюда ставим бирюзовый. Вот у нас получился с вами перелив. Что я еще пробовала? Я пробовала сюда ставить темные вот эти тени. Но они смотрятся очень жестко и убивают всю красоту. Поэтому я решила их оставить, но вот в таком виде, когда они просто контуром. Тогда понятно, что здесь находится складка. Потому что даже когда я начинаю эту складку вот так вот рисовать, ну как мы классически их рисуем, и делать их полупрозрачными, то оно смотрится очень жестко и не дополняет. Если вы будете его делать градиентным, то тоже оно очень ярко выделяется и не дает красоты. По крайней мере, мне не понравилось. Я решила, что самый лучший вариант это будет оставить вот такую линейную основу, которая будет показывать, что здесь идет дополнительная складка. Вот таким образом сформировали мы юбку. Да, здесь она не полностью у нас скопировала то, что идет. Можно ее попробовать еще доработать, но эффект перехода она дает и показывает. Поэтому используйте эту технику, если она вам нужна. Если вам нужно сделать какой-то красивый и интересный переход, вы его сможете сделать. Возможно, в чем-то вам поможет растр, который даст лучший эффект именно в плане вот этого перехода цвета. Потому что, как я говорила, у иллюстратора есть некоторые ограничения. Хоть они и не критичные, но вот они иногда их видно. Вот один из примеров, когда не совсем идеально все получается. Но переход он дает достаточно красивый сделать. А, еще забыла сделать, соответственно, пуговки. Сейчас мы их приблизим. Под строчками у нее все нарисовано. Вот здесь можно сделать тень. От нее хуже не будет. Сделаем ее темно-синим. Надо только линию наверх вывести вот эту. Вот так. На передней плане. Вот. Сделать вот эти штучки. Градиентные. И сюда тоже. На пуговицу можно рисовать любой сложности. Я сейчас просто такую базовую градиентную. Вот они, мои линии. Они мне показывают, что здесь у меня такая вот вся складка. Вот такая юбочка получилась. Обязательно попробуйте. Я думаю, что вам понравится. Ну, по крайней мере, шарики получаются очень красивые. И оно стоит того, чтобы эту технику попробовать. На этом все. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Будет еще много интересных видео. А если у вас есть идеи, что именно вам показать, как нарисовать, пишите в комментариях. Я буду этому рада. И обязательно это воплощу в следующем видео. На этом все. До скорых встреч. Пока-пока.